Ребятки, всем привет! Рубрика вопрос-ответ, наконец-то дождались, да? Мать всё никак не запишет для вас эту рубрику. Так, набрала я пять страниц, не надо всё это перечитать, перекопировать, найти эти вопросы. Поэтому долго собирала. Вопросов в последнее время поменьше стало. Так, пять страничек. Поехали. Лариса Юлдашева. Вопрос в рубрику. Почему так мало просмотров при таком количестве подписчиков? Я Ларисочке уже ответила, что меня тоже гложет этот же вопрос, точно такой же. Мои догадки, почему так, это уже очень часто история такая бывает. У меня много кулинарных рецептов вышли в топ. Как они выходят, по какой причине, точный алгоритм попадания в топ, я не знаю. Сам Ютуб каким-то образом их продвинул. И много видеороликов, у которых два миллиона просмотров, полтора миллиона просмотров. И очень часто у таких роликов сутки много просмотров постоянно. И часто человек, просто посмотрев один ролик, подписывается и больше никогда на канал не заходит. Это мои догадки, по-другому никак. Так, Надя Бойко. Здравствуйте. Привет, Надюша. Вопрос в рубрику. Есть ли в вашем городе бассейн? Если да, то посещает ли его ваша семья? Спасибо, хорошего дня. И вам, Наденька, хорошего дня. В городе бассейн есть. И не один у нас, ну, бассейн. Есть спорткомплекс у нас, называется Олимп, там есть большой бассейн. И в одной из школ есть бассейн. Или в двух даже школах есть бассейн. Ну, как-то что-то, я не знаю, в бассейн мы не ходим. Хотя в детстве, когда я маленькая была, я ходила. Мне мама покупала абонемент. То есть там целая процедура, проходишь комиссию, покупаешь абонемент и ходишь. Но мы что-то, не знаю, не ходим. Так, Анисимова Ольга. Юль, а вот этот сериал «Эпидемия», какой год? 2018 или 2019? Олечка, 2019, по-моему, да, это именно русский фильм. Я знаю, что их несколько есть сериалов «Эпидемия». Это 2019 русский фильм. Лидия Анатольевна, приветик вашей семье. Расскажите, как ваш кот и к собачке почалы дружиты. Перевожу, приветик вашей семье. Расскажите, как ваш котик с собачкой начали дружить. Это не котик, это кошка, это самочка, она. Как начали дружить? А у них выхода не было. Ласке уже было, наверное, года два. Или полтора, не знаю. И появилась у нас Сонечка. Сонечка была маленьким-маленьким щеночком. Есть у нас на канале даже видео, как она у нас появилась. Как мы подарили Соню Лене на день рождения. И выхода не было. У нас классная, хорошая, смирная, послушная кошечка, ласковая. Она приняла, да, на первые два дня. И то она даже не шипела. Она стороной ее обходила. А потом нормально начала обнюхивать. Причем обнюхивать начала именно сзаду начинаю. Это животные такая фишка. Они сзади начинают обнюхиваться. А потом только смотрят на морду. Прикиньте, да. Ничего, дружат нормально. Таня такие тут бега устраивает, такие игрищи, что просто хавайся. Так, Наталья Лукина. Юль, а ты в суп с крокодилками рис в фарш не добавляешь? Наташенька, нет. Рис в фарш не добавляю. Я иногда этот суп варю с рисом. То есть вода, фрикадельки, картошка. И добавляю рис. Вот так вот нам нравится. А именно в фарш, кстати, рис не добавляю. Надо будет попробовать, кстати. Троша Щербаков. Почему вы снимаете всегда только на кухне? Троша, вас так зовут? Троша Щербаков. Почему снимаете на кухне? Да потому что живу я. Я живу на кухне. Поэтому здесь я снимаю. Логично? Логично. Инесса Распутина. Можно спросить? Этот фильм «Эпидемия американский». Хочу посмотреть. Советуете? Да, я советую посмотреть. Фильм интересный. Интересный. Знаете, как определяется интересный фильм? Если хочется прям не завтра, а сейчас прям посмотреть следующую серию, значит фильм интересный. Нам это было интересно. Мы смотрели по несколько серий, хотя они длинные. По 40 с чем-то минут каждая серия. Фильм русский, не американский, российский. Так, Ирина Н. Всем привет. Привет, Ирочка. С наступающей Пасхой. Юля, вопрос в рубрику. Как у вас со школами? Понемногу не начинаете учиться? У нас 10 классы выходят 23-го, 0-4-го. На 3 урока вроде пока 2 раза в неделю будут учиться. В масках попитался человек в классе. Боже, в масках. Представляете, как тяжело сидеть в масках. Это ужас. Так через них плохо дышать. 23-го, 0-4-го идут только 10-е классы. Остальные постепенно пойдут с 4-го, 0-5-го. Нет, у нас пока что на сегодняшний день продлили карантин до 11-го мая. У нас вряд ли наши дети пойдут уже в школу. Не знаю, как там выпускные классы. Или кто сдаёт экзамены. 10-й, 11-й. Но вот эти 6-й, 3-й классы уже вряд ли пойдут до лета в школу. Вот так вот и мы и закончим школу на дистанционном обучении. А дальше будем посмотреть, посмотрим, что будем. Конечно, это дистанционное обучение. Я не знаю, ребята, не сравнить. Я говорю, Лена, ты хочешь в школу или вот так вот хочешь учиться? Нет, говорит, мама, хочу в школу. Конечно, дети привыкли, дети привыкли общение. Они слышат учителя. А здесь что, сильно они там читают? Ну, я Лену как бы заставляю что-то прочитать. Короче, всё равно, дома есть дома. Дома они расслаблены. Никакого учения, получается, нет. Так, Наталья Лукина. Приветствую, мои хорошие. Привет ещё раз. С наступающим вас праздником, пусть у вас будет всё. Из-за этого вам не будет ничего. Счастья вам. Вопрос. Вы снимаете улицу, показываете людей и близко. Случалось ли, что кто-то себя увидел, был этим недоволен, и вы об этом узнали? Город у вас маленький всё-таки. Был один случай. Один случай, когда наша знакомая увидела себя на видео. Человек комплексует по своему состоянию здоровья, поэтому попросила, чтобы её в кадре не было. Ну, мы не специально, мы даже не заметили, что она там есть. Ну, как бы сказали, и её не снимаем. Или где-то, если увидим на видео, мы вырежем. А так, я не считаю, что это что-то такое страшное, потому что... А снимают, допустим, какие-то новостные каналы, какие-то новости. Кто-то из людей попал в этот самый... Что они там, жалобу какую-то напишут, чего у меня сняли. Или там какие-то съёмки на улице ведут какие-то корреспонденты. Ну, всё это я не знаю. Я ерунда, я к этому как-то не отношусь. Что тут такого, да? Так, Анна К. Юлечка, а после ухода отчима такие же правила по уборке и порядку остались в моей семье, да, в которой я жила, имеете в виду? Ну, дело в том, что когда отчим умер, я уже не жила со своей мамой, со своей сестрой. Я уже вышла замуж, я уже жила отдельно, у меня был ребёнок, была Лена и есть. Поэтому, ну, а вообще вот эти все правила по уборке, дисциплине, порядку, это всё осталось. Они точно так же у них, они живут. Знаете, есть такие люди, у которых всё по правилам и весь просто всё расписано и так далее. Я одна какая-то, не знаю, гадкий утёнок, наверное, в нашей семье, ну, в кавычках, конечно. У меня всё совершенно кардинально наоборот. Вот, я как бы, возможно, кто-то скажет, что живёт одним днём. Ну, вот так вот, вот такая я и есть. Я не люблю какие-то правила и у нас часто бывает, что в жизни происходит всё как-то спонтанно. Что, Донечка, хочешь со мной посидеть? А? Нет? Ну, как хочешь? Так. И на К. Я не могу понять, как это до востребования, ну, посылка, отделение почты указано-то. Посылка до востребования, это когда у меня же, например, под видео указано... Что это, Лена, тут ела какая-то лежит? Какашка? Что это? Картошка. До востребования, это когда не указан адрес. То есть, указана фамилия моя, указан город, область, отделение почты и всё. То есть, не приходит в почтовый ящик оповещение. Поэтому ты приходишь, называешь свою фамилию, номер посылки и забираешь. Вот это вот называется до востребования. Это когда посылку можешь отправить, не имея адреса получателя. Поняли, да? Правильно я сказала. Так, Наташа Коханчук. Юля, а у вас в улице мыют? Наташенька, я не видела. Я не видела, чтобы у нас мыли улицы. Вообще, ну, вот имею в виду, связано вот с коронавирусом, да, что улицы вот это там обрабатывают. Летом у нас, ну, вот в прошлые все года улицы моют. Ну, как моют? Увлажняют водой, опрыскивают. А сейчас, не знаю, не видела. Возможно, там рано утром в часов 5-6 утра, но я не видела. Поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Так, я знаю, что в других городах обрабатывают остановки. Слышала, что даже у нас такое делали, но вроде там люди считают, что это все ерунда. Они обрабатывают, да не тем, чем надо обрабатывать. Ну, как обычно у нас все в стране. Так, следующая страничка. Стасия Влок-Соколовская. Ну, чайник шипит. Ты чай решила попить? Да. Стасия Влок-Соколовская. Привет, артисты. Приветик. Хорошего дня. Молодец, убираешься с нами, чтобы веселее было. Вопрос в рубрику. Лена не хочет в будущем... О, как раз Лена здесь. Лена не хочет в будущем времени открыть интернет-магазин из своих рисунков. Делать подушки, майки, канцелярию, сумки. Знаешь, как сейчас вот делают? Ну... Хэндмейд, как она там называется. Хэндмейд. Как? Хэндмейд. Во-первых, на это надо выделить деньги и время. Говорит, деньги и время. Ну, Лена еще, наверное, слишком маленькая, да? Что-то такое... Я маленький предприниматель, мама. Где? В чем ты? В душе? Да. Да? Хотелось бы тебе такое? Ну, наверное, да, скорее всего. Ну, ты ж надо, чтобы прям брендом оно стало какие-то, чтобы, ну... Как-то где-то продвигать надо. Ты пасочку решила покушать? Да. Так, ладно, дальше. Family Life и Смарина Life. Юречка, а Женю тоже так же ругали за то, что она не убиралась? У вас были с Женей дежурства? Например, сегодня ты убираешь, завтра Женя. У меня с сестрой было так. Сегодня я убираю на кухне, сестра комнаты. На следующий день, наоборот, сестра кухню моет, а я в комнатах убираю. У нас был список дела, которые делает Женя, дела, которые делает Юля. И мы это делали, ну, как бы, в один день. Ругали ли Женю? Я помню буквально два раза, остальные я не помню такого. Так, Фифитрон. А как смайлик на хлебе оказался? На хлебе это в тостере, который поджариваем, а у нас такой тостер. А, Лена, откуда у нас тостер? Бабушка тебе на день рождения подарила. Да, Лена хотела, и бабушка подарила и тостер на день рождения. И он оказался со смайликом. Прямо на нем нарисован смайлик. Оказалось, что даже хлеб там, получаются эти спиральки, которые нагреваются, обжаривают хлеб. Они сделаны в виде смайлика. И прямо на обоих кусочках, на обеих, на обоих, на обеих. Оба кусочка, оба кусочка, получается, со смайликами с одной стороны. Что? Знаешь, что? Это я вспомнила, что сейчас ходят дети айфоны, что я тогда хотела тостер. Когда все дети айфоны хотели, ты хотела тостер? Классно. Ну, не дурно. Так, Фифитрон. Юля, а ты что, посуду полотенцем не вытираешь, мокрую ставишь в шкаф, там же потом собираются личинки от мокроты. Ну, Фифитрон не первый раз уже пишет, кстати, о личинках каких-то от мокроты. Боже, Фифа, не пугай, не пугай, потому что... Страшно. Я не знаю, это сколько надо... Я объясняю. У меня сушилка, да, вот тарелочки ставятся на вот эту вот фигнюшку, и поднесут этот поддон, да, в котором ты говоришь, там, личинки, фу, мне даже это слово про червячки. Ах! Вот. Я примерно где-то раз, ну, раз в неделю точно, я, вот этот поддон, он такой в пазике заезжает, и выезжает. Я их достаю и мою. Они у меня чистенькие, аккуратненькие. Я вам могу, ну, или сегодня во влоге, не знаю, показать, всё там чистенько, всё это самое. Я не знаю, как, откуда там могут завестись личинки. Это раз. Во-вторых, у меня специально так сделан шкаф, он не зря называется именно сушилка. Ну, по проекту, когда мне кухню делали, называется сушилка. Двери прилегают неплотно. Внизу, между дверями и самой, ну, вот этим шкафчиком, где-то вот такое вот расстояние, вот такое вот. Поэтому туда оно как бы заходит воздух. Таким образом посуда там не этот самый, ну, высыхает нормально. А если на поддоне собралась водичка, её слить, поддон помыть и всё. Я не знаю, какие там личинки. И сколько это лет надо, лет, наверное, нацать, двадцать, чтобы завелись какие-то там личинки. Ты шо? Так, Наталья Богомолова. Доброе утро, дорогие любимые. Поздравляю всех с праздником Светлой Пасхи. А над землёй звучит пасхальный перезвон. Победу жизни и любви вещает он. Сады бушуют белым цветом ароматным. И солнышко встаёт над миром и отрадно. Что можем мы собраться дома всей семьёй. И улыбнуться пасочку, отведав всей роднёй. И крашенки пестрят на праздничном столе. И разноцветия трав на радостной земле. Переживём все беды вместе мы, друзья. И станет лучше мир и мы, и ты, и я. Обнимаю всех. Спасибо, Наташенька. Стих просто я прям не знаю. Ну, нифига себе. Прямо, ну, просто профи, ё-моё. Чё такое? Классно? Классно? Так, Фифитрон. Юля, а ты не пробовала немного побегать? А то мешки под глазами сидишь дома без движения. Ещё молодая уже мешки под глазами. Мешки под глазами у меня с самого рождения. Юля родилась, и у Юли мешки под глазами. На всех детских фотографиях и так далее. Чё поделать? Чё мне теперь делать? Так, Наташа Стасишин. Юлечка, как тебе сайт Икея? Что-то нашла для себя? Наташенька, я смотрела, да, вот эти вот, смотрела на сайте Икея контейнеры, которые в наборе там идут, сколько там их штук, 18 или сколько, много-много, да? И цена такая прикольная, там, или 160, или 170 гривен, я не помню. Вот, но, как оказалось, там невозможно заказать наложным платежом. Там только оплата. То есть, оплачиваешь, тебя отправляют. А я по своему опыту не совершаю ни одной, никакой покупки с оплатой вперёд. Я покупаю только всё это моё правило, мой принцип, только наложенным платежом. Наложный платёж, это когда приходит посылка на почту, ты её посмотрел, ты её оплатил, ты забрал. Вот так вот, только так. Поэтому именно по этой причине я не купила. Ну, вот у меня такой вот принцип. Так, Фифитрон, 33 года, мешки под глазами. Ну, это Фифа, да, у неё обострение было, она почему-то повторялась, почему-то как-то странно, как будто человек пишет, забывает и опять пишет. Так, Светлана Пенчукова. Добрый вечер, Юлечка, привет, Светочка. Подскажите, пожалуйста, в какой программе вы монтируете свои видеоролики? И какую бы вы посоветовали программу для телефона? Заранее спасибо за ответ. Мы монтируем свои видеоролики, может, кого-то тоже интересует этот вопрос, в программе Movavi, МОВАВИ называется, программа для монтажа видео, редактор. Какую бы я посоветовала программу для телефона? Никакую, потому что я не знаю. У меня, я в телефоне не монтирую. Ни одной программы в телефоне у меня нет. По какой причине не монтирую? Потому что мы снимаем на видеокамеру, и в очень большом разрешении, в самом максимальном, и, как вам объяснить, файлы получаются очень-очень огромного размера. Вот я сейчас запишу для вас вот этот вопрос-ответ, да? Он у меня, допустим, если получится на 30 минут, да? Вот эти вот я 30 минут записала, и размер файла у меня получится где-то 12 гигабайт. Примерно 12 гигабайт. Если 40-минутный ролик, то там уже гигабайт 15-16. Представьте, мне надо эти 16 гигабайт перекинуть на телефон, и там все это монтируете, и это все мелко, это очень-очень неудобно. Поэтому монтирую только на компьютере, в телефоне у меня вообще программ нет. Поэтому даже я не подскажу, не знаю. Так, дальше. Третья страничка. Иванова, Иванова. У меня тоже высокий лоб. Я вас поздравляю. Высокий лоб – это признак большого ума. Я шучу, конечно. Но так говорят, типа не знаю. Так, зато я могу позволить себе густую челку. Ну, волосы, да, густые у вас. У меня, к сожалению, волосы не густые, постоянно это разделяется. Я уже рассказывала на две стороны, что меня парит постоянно. У меня здесь, мне парикмахерская не раз говорили, здесь вихрь, да, когда волосы растут. А вот здесь вот такой завиток. И оно ставь, не ставь. Ну, разве что только поставить и лаком каким-то это всё. У меня вообще сейчас челка не пострижена, ребята. Не могу сама себе пострижь челку, потому что у меня нету специальных ножниц. Я пробовала маникюрными, чёрти чё. Я так по чуть-чуть обрезаю, там какое сокриво, мне уже в глаза, короче, лезет. Опять, у меня сама на две стороны разделяю. Вот. У меня не густая чёлка. Я же говорю, разве что лаком ставить. Я не люблю лаки. У меня волосы как деревянные, получается, если лаком пользоваться. Вот. И мне в парикмахерской предлагали, короче, сбрить. Представляете, сбрить. Говорит, давайте я вам... Соня дверь открыла. Подбрею, вихрь сбрею, тут волос не будет. И они встанут ровно. Думаю, блин, нет. Но это если сбрить, оно же потом будет расти какой-то этот самый, ёжик, а потом будет хохолок торчать, постоянно надо его... Думаю, нет, лучше пускай так, как есть. Так. Сейчас я закрою, ребята, закрою дверь. Ой. Ой, старость, нерадость, старость, нерадость. Так, дальше, дальше. Не могу, если позволить себе густую чёлку. И меня трудно ранить. Вам повезло, мне повезло меньше. Желайте быть уверенной в себе. Спасибо. Поменять себя сложно. Ну, естественно, потому что наши характеры, ребята, в какой-то степени можно поменять, да? Но что-то такое серьёзное поменять очень-очень трудно. Должно что-то прямо в жизни такое произойти, потому что характеры у нас с детства, с детства. Мы уже, грубо говоря, родились с каким-то определённым, с каким-то страхом, каким-то, не знаю, мне так кажется. Так, поменяй отношение к другим. Я, например, вижу, что ты женщина простая, но иногда твоя простота зашкаливает. Нельзя быть такой простой. Я вот посмотрела ваш канал несколько месяцев, и мне стало скучно. Одно и то же каждый день. Вы как ладони. Как-то всё очень по-обывательски. Ну, понятно, что мы все едим, ходим в магазины, в магазины обустраиваем быт и воспитываем детей. Но неужели у вас больше нечем поделиться с подписчиками? Природа, погода, кошка, собашка, почта, магазин. Думаю, что вы мало читаете, смотрите не те фильмы, и вследствие этого озабочены совсем не тем. Вы же совсем не развиваетесь. Юля не пытается учиться. Неужели не интересует ничто? Или вся ваша жизнь YouTube и торговля секондом? Знаете, я вам благодарна, что есть даже не хочу последнее время. Это хорошо. Вас смотрю и уже сыта. А бывают ли у вас какие-то мысли в голове? Не хотели бы вы переехать, жить в другую страну, выучить другой язык, найти себя в каком-то творчестве, кроме пения? Как представляете будущие дочери? Ну, насчёт простоты, я поняла, да, что вы имеете, что простота, типа вот дома сижу, ну, то есть слишком простая, да, нечего рассказать, дома сижу, там готовка, тыры-пыры. Ну, вот такой я человек, моя вся... Конечно, если какие-то мысли в голове, конечно, есть, ну, как что-то, какие-то я свои там желания, мечты, естественно, как любой человек, не рассказываю, рассказать не могу, может быть, не хочу, да, делиться у меня тоже могут быть свои какие-то там тайные желания, которые я не рассказываю. Они, естественно, есть у каждого, без этого невозможно жить. Насчёт вопроса, что именно, может быть, вы не хотели бы переехать, жить в другую страну, нет. У меня уже не раз задавали этот вопрос, я отвечала, что нет. Я, мне моя страна нравится, знаете, оно так кажется, что вот где-то нас ждут, а может быть, в той стране лучше. Я так не считаю. Я здесь родилась, я здесь выросла, мне здесь комфортно, я привыкла, и, ну, у меня нет желания приехать в другую страну. Выучить другой язык, ну, по этой же причине, что я никуда не собираюсь, нет, не охота. Я, ну, с детства не увлекалась другими языками. Найти себя в каком-то творчестве, кроме пения, ну, не знаю, ну, скорее всего, ну, в чём-то вы правы, нет, нет у меня желания, вот. Я как-то вот, когда выросла, да, обрела семью, у меня одна цель. Дело в том, что я рано начала работать. Я работаю с 17 лет, зарабатываю сама, ни от кого не завишу, то есть всё делаю сама. У меня такая привычка, для этого нужно работать, для этого нужно... Ну, если вот, имеете в виду, не хочет учиться, где-то я уже отвечала насчёт там пойти получить какое-то образование, то всё, я не могу идти учиться на то, что мне неинтересно. Допустим, если какая-то профессия, вот на ней можно заработать деньги, но она мне неинтересна, я не могу идти учиться на эту профессию, потому что, ну, это капец, я не знаю, работать не... Хотя я знаю, что многие люди так вынуждены, да, работать не по специальности, я как-то в этом человеке... Ну, не знаю, я всегда такая была. Я не люблю заниматься тем, что мне не нравится. И вот я упёртая, как баран, понимаете? Вот. У меня вот так вот объясню в голове. Я нацелена на семью и зарабатывание. Зарабатывание, чтобы мне прокормить ребёнка, одеть, обуть. И, кстати, вот если будущей дочери спрашиваете, какое-то дать ей образование, я об этом, конечно же, заботюсь заранее. Я для этого работаю. Ну, сейчас как-то в мире всё вот так вот. Некогда. Некогда мне. Что мне даст, допустим, изучение английского языка? Ну, например, возьмём другой язык, но возьмём английский, да? Что мне даст это обучение? Я потрачу кучу времени, за границу я не собираюсь. Да, ну, как бы оно хорошо, но я брошу, допустим, зарабатывание денег, буду изучать английский язык. Мне тяжело делать несколько дел одновременно. Ну, не знаю. Ну, вот такая вот я. Все мы разные. У меня так, ребята. Так, Екатерина Наумик. Юлия, какой ваш самый любимый мультик из детства? Ой, один какой-то. У меня никогда не было фанатизма, что мне там нравится одна песня, или один фильм, или один мультик. Но вот первое, что в голову приходит, это что-то мне, знаете, какой мультик пришло? Про Нафаню, про домовёнка Кузю почему-то. Я в детстве, мне почему-то в детстве он был и страшный, и интересный, и почему-то было страшно. Там вот это вот Баба Ягата, всё, ну, не знаю. Ну, вообще много, много они. Если я вспоминаю любимый мультик, то это, конечно же, не вот эти вот современные мультики, там, типа Смешариков и Маши и Медведь, а, конечно, наши советские, типа, ну, погоди, чебурашки и так далее. Это мультики на века, и не знаю. У меня сразу вспоминаются они. Папа, какой ты мультик любишь из детства? Из детства? Да. Что первая к тебе в ум приходит? Из детства. Пёс-барбос этот. Нет. Чё это? Не он. Про пёс-барбос это шо? Это, ну, как собака жила с этим, с волком. А, как собаку выкнули, она ков. А, как он называет? Так он не из детства. Я забыл, как он называется. А чё не из детства? Он, он, а откуда он? Да, вроде он уже позже был. Да? Не, ну, всё равно. А, из детства именно. Как он называется, правильно? Где-то, сейчас спойну ты это, заходи, если чё. Как он называется? Жил-был пёс называется. Жил-был пёс, точно, да. Ну, вот видишь. Так, Галина Кравы. Юля, а чего вы сами не можете сходить за хлебом? Вышла бы и проветрилась. А мы печём. Мы уже печём хлеб, и нам хлеб в магазине не нужен. Ребята, такой вкусный, а получается просто обалденный хлеб. Так, Анастасия Бем. Приветик, родные. Приветик. Юля показала, как смог осел на окна. Читаю, осёл. Думаю, кто, кто осёл, на какие окна? Смог осел на окна. У меня возник вопрос. А как вы моете окна с уличной стороны? Девятый этаж, неужели не страшно? Обыкновенно моем. Типа, вот знаете, берёте вот как швабры или чё. А есть специальные вот такие для мытья окон. Она где-то вот такой вот длины. Это палочка. И на конце такая штучка, типа поролончик. Сверху сеточка натянутая. И вот так вот эта штучка. Ничего, нормально. Можно даже помыть обычной шваброй. Вот это, что я себе приобрела. Вот эту швабру такую вот. Ну, не деревянная, которая у меня раньше была. Вот эта тряпка, которая снимается, одевается на неё. Ей очень удобно. Можно с той стороны помыть. Так, Марьяна Чижова. Юля давно заметила, что ты после разморозки никогда не моешь мясо. Почему? Марьяночка, кстати, этот вопрос очень оказался спорным. Недавно я что-то как раз разморозила куриное филе. Да, я что-то не мою мясо, кстати. Сразу скажу, не мою. Мама не научила. Мама, наверное, тоже не моет. Я не знаю. Мам, ты моешь мясо или нет? Короче. И что-то я на днях разморозила куриное филе. И что-то вспомнила как раз за твой, Марьяна, вопрос. И помыла куриное филе. И мне пишут, Юля, ни в коем случае нельзя мыть мясо, курицу перед приготовлением. Вот так вот. Я не знаю, короче, кто прав и кто виноват. Я не разбиралась в этом вопросе. Так. Так, так, так. Миранда Лавсон. Юля, а вы на Пасху не готовите вкусняшки разные? В этом году, Миранда, не готовили. Обычно готовим. Обычно мы едим на дачу, шашлык, машлык, отдых и так далее. В этом году с этой ситуацией и настроения как-то никакого нет. И в цирк, как мы каждый год ходим, не ходили, не пошли. И, ну, вот так вот. Чуть не было, наверное, больше не было настроения. Так, Стасия Блоксоколопская. Привет, артисты. Хорошее здоровье вашей семье. Спасибо. Вопрос в рубрику. Какие любимые конфеты у вашей семьи? О! Ну, Сергей, например, он вообще не сладкоежка. Он конфеты, он без них может жить вообще спокойно, не страдает. Но если мы приходим в магазин и себе покупаем конфеты, то он берет конфеты себе. Видели, вот это вот в шоколаде. Внутри курага, а в кураге орешек. Орешек грецкий. Вот такие вот конфеты. Какие Лене нравятся конфеты? Ромашка. Какие-то, я у нее спрашиваю этот вопрос, какие-то сосательные такие конфеты, типа карамельки, не знаю, ледяники какие-то там она назвала. Ромашку, красный мак, мои любимые конфеты Киев называются, и красный мак. Красный мак, обожаю конфеты, вот просто с детства, обожаю. Так, где я была? Ага, Екатерина Кузнецова. Юленька, у меня вопрос от меня. Катенька, как хорошо. Скажи, пожалуйста, смогла бы ты простить измену, и как ты думаешь, нужно ли человеку давать еще шанс? Я думаю, шанс давать нужно однозначно, а насчет того, простить измену или нет, не могу я, не имею как бы права на этот вопрос отвечать, потому что я никогда не была в такой ситуации. Так, следующая страничка, Иванова, Иванова. Юля, вопрос в рубрику. Что будете делать, если вдруг пропадет интернет? Сейчас что только не может произойти. Как будете выживать, чем заниматься? Ну что, готовить и гулять с Соней, то понятно. А еще, будем заниматься тем же, чем занимались до появления интернета. Работать, готовить, кушать, отдыхать. Все то же самое, мы же не всю жизнь с интернетом живем. То же самое, ровно то же самое. Так, Юлия Леонтьевна. Леночка, тоже люблю фильм «Большие глаза». Блин, значит, не одна Лена знает такой фильм? А я не знаю. Про талантливую женщину, у которой присвоили ее произведения. А ты нашла свой стиль писания? А, Лена вышла. Я потом отложу страничку. Может быть, зайдет, может, нам повезет. Не буду сейчас кричать, звать ее, потому что время, ребята, уже полониннадцатого. Так, ну, если бы я отвечала, например, за Лену, нашла ли она свой стиль писания, то я думаю, что все-таки еще нет, она меняется, постоянно у нее что-то меняется. Да, она в определенном стиле застряла. Как бы вот это ее, ей это, она сама придумала этого героя, и вот оно из нее прет. Но я уверена, что еще все впереди, она будет менять что-то. Она уже находила, доставала, у нее же целый пакет этих скетчбуков, этих блокнотов, которых она рисовала. И она как достала рисунки, которые были там год назад, так, так, это просто небо и земля вообще. Она сама ржет, говорит, мама, как я так могла рисовать. То есть, все меняется, все. Так, Миша, Миша, сколько времени вы уделяете ребенку? Достаточно времени я уделяю ребенку, если вдруг ей не хватает. У нас договоренность, и нас с этим как-то просто, если ей не хватает, она подходит, говорит, там, мам, я хочу там с тобой там что-то там поиграть, еще что-то. Я стараюсь. Гуля Бекназарова, привет, мои хорошие девчонки. Привет, Гуленька, Юлечка, Леночка, спасибо за ответы, у меня вопрос. Наверное, больше к принцессе. Она вышла. Леночка, а где новые рисунки? Очень-очень хочется посмотреть, что ты еще новое создала. Блин. Папа! А ты можешь мне Лену позвать, а? Доня! Донь! Сейчас она придет. Соня, иди гуляй. Да, мам. Иди гуляй. Иди, вопрос тебе. Лена, а ты нашла свой стиль писания? Ну, рисование, писание. Уже нашла свой стиль? Ну, я сначала, как только начинала рисовать, я об этом очень сильно задумывалась, очень парилась по этому поводу. Потом решила, ладно, и рисовала, как хотела. И сейчас, я не знаю, возможно, у меня есть стиль, но я как-то его особо и не придерживаюсь. Просто рисую, как мне удобно. Вот так вот. И еще вопрос, не уходи. Так, вопрос к принцессе. Леночка, а где новые рисунки? Очень-очень хочется посмотреть, что ты еще новое создала. Все новые рисунки будут в моем инстаграме. В Ленном инстаграме. А где твой инстаграм? Под любым из моих видео ссылка. А, у Лены на канале? Да. Под всеми видео есть внизу ссылка на инстаграм. Она туда выкладывает свои рисуночки. Ну, ты в последнее время, она сейчас маловато рисует, потому что уроков очень много, просто завал какой-то. Дверь закроешь мне, Лена? Сквозит мне. Так. Андрюха Вдовин. Юлия, у меня вопрос в рубрику. Что случилось с комментариями Фифитрон? Ты ее заблокировала или просто комментарии удалила, не успела их прочитать? Андрюха, да, я тебе уже ответила на этот вопрос и отвечаю, кто еще не знает. Ребята, вот такая вот ситуация. Ну, это как бы не... Насчет Фифитрон нет. Не блокировала я Фифитрон. Она как была, так и есть. Правда, она почему-то за последний день или два поменяла там своих три названия своей этой странички. То она Фифитрон, то она Ангела, Ангела, то она Хэппи Лайф и так далее. Чего-то человек не может определиться, кто она. Вот. Знаете, какая история? Если, например, вот Андрюха, ты берешь, пишешь комментарий, да, и по твоим комментариям образовалась ветка. Ветка. Что такое ветка? Ветка – это когда тебе на твой комментарий много человек ответили, да, как вы там переписываетесь насчет, как вы эти налеты на холодильник делаете. Там бывает по 50 комментариев. И если ты, допустим, Андрюха, вдруг решишь всю ветку удалить, ты это можешь сделать. Ты берешь свой самый первый комментарий, ты имеешь право его удалить, если ты, ну, передумал, мало ли, человек. Вот Фифитрон почему-то передумала. Была огромная ветка, там было, по-моему, 47 комментариев. Я их не сразу увидела, только вечером села за компьютер и офигела, какая длинная ветка там. С Фифитрон-то классно, классно. Вот. А потом вдруг Фифитрон, я не знаю, то ли испугалась, то ли что. Она взяла свой первый комментарий, который она написала, была ветка создана ею. Дожала удалить, соответственно, удаляются все комментарии, кто под этим ее комментарием написал, понимаете? Вот такая вот беда. То есть я ничего не удаляю. И это, кстати, уже не первый раз у Фифитрон, когда она удаляет целые ветки. Так. Юлия Бачул. Вопрос в рубрику. Какой любимый цвет Лены? Ушла уже. Ну, может, вернется. Вот, блин, а. Так. Екатерина Кузнецова. Здравствуйте, артисты. Привет, Катенька. С праздником Светлой Пасхи вас. Юля, вы на дачу не ездите? Как у вас происходит самоизоляция на Украине? На дачу сейчас не ездим, потому что у нас выезд и въезд с города перекрыт. У нас выпускают только наша атомная станция. И выпускают только людей, кто на работу едет. У них специальные пропуска. Сейчас на время Пасхи плюс Пасхи, правильно так говорится, плюс поминальные дни, вот воскресенье у нас закрыли. На дачу нельзя выезжать. Ждем, ждем, пока откроют и будем ездить на дачу. Тем более, более-менее сейчас погодка должна наладиться. Как происходит самоизоляция на Украине? Ну, правила введены, но я не скажу, что все соблюдают эти правила. Ну, в основном у нас правила такие. На улице вместе ходить не более двух особ. То есть, вот мы, Сергей, можем быть, да только по делу, только на работу, с собой иметь паспорт. Обязательно в маске, в общественном месте. Иначе у нас штрафы от 17 тысяч гривен. В маске, то есть, в общественных местах, причем лифт, подъезд, ну, площадка, да, лестничная площадка, это тоже считается общественным местом, там тоже маски требуется носить. В магазины у нас очередя стоят на улице с расстоянием между каждым человеком в магазине. Я не знаю, поскольку человек там запускает, мы вообще сейчас по магазинам не ходим. Потом на прибрежных зонах, вот у реки, в парках, в парках вообще, не, в парках можно, но не больше одного человека, и то, если у реки, то если ты выгуливаешь собаку, то есть ты должен быть и собака. В парках можно пробежки какие-то устраивать, ну, допустим, кто люди спортом занимаются, но не более одного человека. Ну, вот так вот, такие вот примерно правила. Так, Стасия Блок-Соколовская, привет, артисты, хорошего дня, какая красивая природа, сколько я ее смотрела. Смотрю, не могу нарадоваться, поздравляю вас с Паской. А куда у вас делись яйца, которые ты красила для рецепта? Да, Стасичка, не только ты одна задала этот вопрос, так как в этом году мы не красили яйца. Это видеоролик прошлого года, прошлогодний. Просто он был длинный, он был где-то на 25 минут. Я его сделала покороче, укоротила и его выложила. Просто у нас очень много новых подписчиков, которые не роются, к сожалению, старые видео не смотрят. Поэтому я так решила его выложить. Это прошлогоднее видео, в этом году мы были без яиц. Так, Анна К. Юлечка, а почему Сергей в маске гуляет? Он же один идет, без посторонних. Ее нужно одевать при скоплении, в магазине, при встрече кого-то. А так он хуже себе только делает, вместо чистого воздуха дышит своими бактериями. Их хватает у любого человека. Ну, потому что у нас штраф. У нас штраф за это 17 тысяч гривен. И каждый, конечно, переживает, оно надо. Он недолго гуляет, 15 минут, поэтому ничего страшного. Ну, вот так вот. Так, Анна К. Юлечка, вопрос в рубрику. Тебя сестра в детстве защищала от папы? Защищала, наверное, громко сказано, так как она младше. Но что-то типа солитарность между сестрами. И наоборот, не подставляла ли тебя? Спасибо. Ой, это отдельная тема. Мы с Женькой, не знаю, наверное, были как кошка с собакой. Она меня, если честно, постоянно сдавала. Да, Женя? Мы даже уже, будучи во взрослом времени, во взрослом, во взрослой жизни, как мы выросли, мы даже обсуждали этот вопрос, вспоминали какие-то моменты. Она сама подверждает, что, да блин, сдавала тебя, Юлька. Она меня сдавала постоянно. Нет, не защищала никогда. Так, последняя страничка. Мария Хмельницкая. Юленька, а где эту музыку Сергей скачал? Прикольно, прям танцую. Всю музыку, которая вставляется в наши видеоролики, Сергей берет на Ютубе. Если у вас есть свой канал, у вас есть личный кабинет, называется Творческая студия. И там есть функция. Вы можете взять эту музыку, которая не нарушает авторские права. Она предназначена именно для пользователей. Ее можно использовать. Есть такая музыка, которую ты можешь использовать, но обязан под видео указать автора. И так далее. То есть, такие музыки, так как на Ютубе очень легко можно нарушить правила, вставив какую-либо песню. Да, у нас был уже такой случай, у нас было одно предупреждение. А если имеете на канале три предупреждения, то блокирует канал. И не только, если у вас есть еще какие-то каналы, блокирует все каналы. Вот у нас было такое, это в прошлом году было. У нас было одно предупреждение от автора песни. Мы даже с ним связывались. Ну, он мог снять это. Он подал сам лично жалобу. Он мог ее снять, но почему-то не снял, не знаю. Поэтому мы его песни больше не поем. Я шучу. Хороший, хороший он композитор. Аркадий Харалов его зовут. Ну, вот так вот вышла у нас такая конфликтная ситуация с ним. Вот. И, короче, если дали вот это вот нарушение, оно действует 90 дней. Через 90 дней его снимают. И у нас оно снялось, по-моему, в июле прошлого года. Поэтому, чтобы не рисковать, берем музыку с Ютуба. Там очень классно. Видите, многие нравятся. Там очень классную музыку можно найти. И там много. Фонотека называется. Ее там очень много. Так, Светлана Мендус. Я никогда не задавала еще вопрос в рубрику «Вопрос-ответ», хотя смотрю вас давно. Ну, сегодня у меня дебют, Света, у тебя. Сегодня у меня появился вопросик, хочу его задать. Сергей, когда ты сделаешь мукбанг, как Юля, только с твоими любимыми бутербродами и чаем стесняешься? Он пошел с Соней гулять. Вряд ли он вернется, пока я дочитаю. Но, Свет, я отвечу за Сергея. Вряд ли. Наверное, вряд ли. Мне кажется, я более, как бы, к Ютубу проще отношусь. Не знаю, как это объяснить, чем Сергей может. Может быть, стесняется или считает там как-то. Ну, я не знаю. Ну, я думаю, что вряд ли. Короче, смотрите Юльке мукбанг. Хотите бутерброд? А, я сейчас бутерброд не ем. Я, типа, блин, сейчас вредной еды, короче, не ем. Поэтому бутерброд не смогу вам показать. Так, Ирина Стейнбречер. Доброе утро, с праздником вас. Юля, а где ваши крашеные яйца? Ты же с Леной красила. Я уже ответила, Ирочка, на этот вопрос. Семейный канал Оптимисты. Ух, какое название. Супер хозяюшка. Юля, а вы на дачу еще не собираетесь? Там раздолье, свежий воздух и собачек есть, где гулять. И вирус не страшен. Затаритесь на две недельки и на дачку. Печка там, по-моему, у вас есть. Всего вам хорошие, дорогие наши. Это. Печки-то нет. У нас же дачу-то ограбили и разбили печку. Печки там нет. Но у нас есть обогреватели, калориферы. Два штуки. В принципе, это не проблема обогреться. Ну вот сейчас, как только откроет въезд-выезд, конечно, да, мы будем перебираться на дачу. Тоня Тонина. Никогда не добавляла картофель в котлеты. Зачем он там? Объясните мне, пожалуйста. Не знаю, попробуйте. Попробуйте. Только на мелкой терке обязательно. Картошка дает какой-то сок, сочность. Видели, какие котлетки мягенькие получились? Ну, просто надо попробовать. Не знаю, мне очень нравится. Я частенько добавляю картошку. Так. Марина Чижоба. Юля, фарш покупной? Да. Это до сих пор я пользуюсь фаршем, который я покупала в АТБ, и это покупной. Марина. Юля, а какая фирма твоего блендера? Я Мариночке уже ответила. Может, кого еще интересует этот вопрос. Фирма Декс. Ну, он у меня старенький-старенький, давнишний. Ну, до сих пор работает. Была у меня история, что, видите, он такой погружной блендер. Чаша к нему в комплекте идет с этим ножом, который вертится. Можно его так вот. Ну, видели как раз, да? Я там перекручиваю лук, там хлеб, когда на котлетке. Там мясорубки у меня нет. Я блендером пользуюсь. Плюс погружной есть такой, можно там картофель, пюре, что-то пюри, пюрировать что-то можно. Есть такая. И еще на него есть насадка-венчик. То есть, у меня миксера тоже нет. Я блендер использую как миксер. Ну, конечно, возможно, им, так как один венчик, возможно, яйца, белки до густой пены не взбить. Но так что-то можно им взбивать. Так. Дальше. Юлиана Михай. Юля, у вас элитный детский садик был. Мясо в котлетах было. Как насчет рецепта реального садика? Чёрствый хлеб, картошка, чайная ложка куриных потрошков. Я не знаю. У нас в садике были вкусные котлеты. Но элитным он не был. Но котлеты вкусные. Не знаю, из чего там делали. Я не думаю, что чайная ложка куриных потрошков там была какая-то. Типа без мяса, да? Чёрствый хлеб, картошка. Я не думаю. Мне кажется, что в те времена как-то все следили за этим. И еда была качественная. Но мне нравились детсадовские котлетки, честно скажу. Так. У Надежды. Странно, что Фифитрон себя стала так вести. Раньше всё нормально было. Что случилось с тобой? Я так и знала, Юля, что хлеб у тебя получится. Фифитрон, не знаю. Она, в принципе, всегда такой была. Двули. Это называется двуличность, вредность и невоспитанность. Как-то так. Так. Андрюха Вдовин. Юля, а у вас продают дрожжи САВМОМЕНТ. Отличные дрожжи и работают очень быстро. Но я всё равно пользуюсь только прессованными. Не люблю почему-то сухие. Есть. Я показывала на видео, которое я выкинула. Они у меня почему-то старым воняли. Продают. Есть. Но последние разы, когда мы ходили в магазин скупляться по-крупному, их не было. Не было. Всё разобрали. Только вот эти вот были дрожжи. Поэтому я их и взяла две большие упаковки. Их в первый момент разметают. Так. И последний вопрос. Стасия Блок-Соколовская. Привет, артисты. Хорошего дня. У меня тоже беда с досками. Когда морковку постоянно остаётся следы от неё. И они не отмываются. Да и деревянные тоже были. Они на две части ломались. Хлеб прекрасный получился. Не переживай. Он почти как в магазине. И получился вопрос в рубрику. Какое твоё любимое варенье Юля и Лена? Ну, я думаю, Лена вот наседает на баночку. Ей нравится с мороженым. Именно клубничное варенье. Клубничное. А у меня абрикосовое. В первую очередь. Потому что оно мне напоминает детство. Я уже, может, рассказывала. У дедушки и бабушки не было дачи. Они городские жители в квартире жили. Но каждое лето, когда у нас много во дворах, по городу, в посадках. Рядом, если там через трассу перейти, есть посадки по полям. Там очень много дичка. Дикие абрикосы. А они, ребята, самые, не знаю, они самые вкусные. Они, когда достигают своей прям спелости, они как мёд. Они такие сладкие. И мы ходили с дедушком. Пакеты у нас. Я маленькая была. Собирали эти абрикосы. Бабушке приносили. Она делала варенье. И зимой мы ели это варенье. Боже, какое оно вкусное. Ребята, именно почему-то вот с этой дички. Вот с этих вот мелких. Они мелкие. Ну, вот такие вот абрикоски. Но они сладкие. Вообще, просто обалдеть. И поэтому у меня именно ассоциация с детством абрикосовое варенье. А так люблю вишнёвое, но только без косточек. Глубничное, малиновое. Яблочное как-то не очень. Потому что у меня почему-то мама постоянно закрывала яблочное варенье. И мы в детстве очень часто кушали. Ну, как бы колбасы у нас постоянно дома не было. А такие бутербродики, какие-то быстрый перекус хотелось. Пока с улицы прибежал домой что-то перекусить. А там до ужина ещё далеко. То брали, допустим, кусок хлеба, маслом мазали. И на завтраки кушали такое. И сверху вот это яблочное варенье. Но оно вкусное было. Ну, как-то я переела, почему-то яблочное мне не очень идёт как-то. Оно часто бывает, чего переешь. Почему я не могу сейчас кушать болгарский перец? Меня много в комментариях выругают, что я называю болгарский перец. Говорю так, потому что у меня родители так его называли дома. Мне так привычнее. Сладкий перец. Нас называют болгарский. Почему я его не люблю? Я раньше его ела, любила. Но, как говорится, переешь, потом не можешь кушать это. Я переела в детстве, я уже рассказывала, ещё раз быстренько повторюсь. Каждое лето мама делала очень много заготовок на зиму. Закатки, закрутки, заготовки. И закрывали что? Лечо. Папа приехал домой, приволок. Ребята, полная ванна. Ванна, где мы купаемся, полная этого болгарского перца. И вот наша задача его была перемыть. И я сидела, его, короче, уже помытый перчик чистила. Ну, то есть, на две части. Сердцевину вынимала и резали помельче кусочками. Налечу. Всё это в ведрах такие, тазики. Вот. И кушать хотелось, а кушать некогда. Пока мы не закроем, мы, короче, не покушаем. У меня вот так вот стояла солонка, соль. И я сольку макала. И пока чищу, короче, ем, ем, ем. В итоге, ребята, остановился желудок. Мне было плохо, меня тошнило. Ну, сами понимаете, что брать свой человек, когда остановился желудок, всё стопорнулось. И с того дня я не ем, не лечу, не болгарский перец. Даже если в салате, вот свежий просто нарезаем и делаем летом салат. Салат, там, помидорки, огурчики, болгарский перчик и так далее. Я его выбираю, я его не ем. Прямо вот не могу, мне вот тошнотно. Кстати, ещё у меня был момент, я не люблю петрушку. Раньше ела, классно, нормально. Короче, я была беременна Леной. У меня был страшный, жутчайший токсикоз. Срок был маленький, месяца два где-то. И мы с Сергеем поехали в Крым, поехали на поезде. Я вообще очень смутно помню эту поездку, потому что у меня, Сергей, мне так было плохо, я не помню вообще, я зелёная была просто. Меня там укачало. Там где-то увижу на земле какой-то плевок, всё, меня просто выворачивает. Ну, это жутко просто. У кого был сильный токсикоз, меня поймут. Ничего ты сделать не можешь. И, короче, поехали мы на море, жили там в домике. И мы что-то, что-то мы ели горячий. То ли супчик, то ли чё, какую-то это, цава, я плохо помню. Я помню, что я себе порезала петрушки, зелень, и кинула в этот супчик. Короче, и меня тошнило, меня, я не знаю, там рвало. У меня почему-то желудок не воспринял эту петрушку. И у меня потом ещё всё пахло этой петрушкой. И до сих пор по сей день укроп я ем, если, например, салат или суп. Петрушку не люблю. Вот именно с того момента. Что-то желудок как-то не воспринял, и мы тогда это не любим. Это с той же истории, когда Сергей в армии был, гречку переел. Гречка, 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 гречку переел. До сих пор он не может эту гречку есть. Он говорит, я гречку стану есть, если вообще. Вот вообще нету просто даже ни куска хлеба. То есть ничего нету, просто-просто пусто. Тогда, может быть, я пару ложек съем. А так вот не может. Всё, ребятки, наговорила, наболтала. Всем спасибо за вопросы. Пишите, задавайте, буду на них отвечать. Простите, что так долго я потерялась с вопросами. О, как раз Соня пришла, сейчас пойду ей ножки мыть. Потому что после каждой прогулки моей мылка мою ножки. Она чистая собачка. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всё, пока-пока. Сейчас у меня кнопочка есть, я выключу.